Сформирован объем собственных доходов в объеме 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Проведена большая работа по согласованию расходной части бюджета, части действующих обязательств, которая сформирована в объеме 2 миллиарда 903 миллиона рублей. Выходит минус 103 миллиона рублей. Хотя еще в 2011 году разница между доходами и расходами была плюс миллиард 200 миллионов рублей. Именно с понижением норматива отчисления НДФЛ 40 до 20% в 2012 году и связывают формирование дыры в бюджете. Кроме того, в это же время отчисления по транспортному налогу стали уходить в область. В итоге город потерял полтора миллиарда рублей. В 2013 и 2014 годах норматив поступления НДФЛ в городской бюджет снизился с 20 до 15%. В итоге с конца 2011 года городская казна недосчитала 7,5 миллиардов рублей. К слову, сумма сопоставима с размером бюджета Череповца. Сейчас власти вынуждены говорить о критической ситуации с формированием бюджета на будущий год. На свою очередь финансисты предлагают пути выхода из ситуации. Первое. Сокращение действующих расходных обязательств. Оптимизация бюджета так называемая. Второе. Сокращение задолженности по платежам в городской бюджет. Она у нас присутствует. Третье. Увеличение ставок местных налогов и ставок арендной платы за муниципальное имущество. Заемных средств много никто не даст. Дополнительных статей дохода нет. Денег только-только хватает на закрытие текущих потребностей. В сферах культуры, образования, физкультуры и спорта. На последнем заседании Думы депутаты предложили увеличить ставки по налогам для физических лиц и предпринимателей. Порядка 15%. Имущественный налог и налог на вмененный доход. Своим мнением по поводу вынужденных мер сегодня поделились череповчане. Пополнять бюджет можно только за счет налогов. А за счет чего? Экономить уже, по-моему, не на чем. В районе нашей по области лес, все на корню. Надо больше фабрик делать, надо, чтобы производство, а не просто как сырьевая база у нас была. Готовы платить дополнительные средства, деньги? Почему бы и нет. Почему бы и нет, потому как надо бюджета пополнять. Я за. Более того, долги города с каждым годом нарастают, как снежный ком. Например, череповец еще не заплатил дорожникам, которые приводили в порядок улицы Ленина, Краснодонцев и проспект Победы. Кредитные ресурсы нужно еще и обслуживать. Это проценты, которые городской бюджет вынужден выплачивать коммерческим банкам. И хотя город проводит конкурсы на привлечение кредитных ресурсов, и они существенно дешевле городу обходятся, чем для представителей бизнеса, но тем не менее это расходы городского бюджета. И мы в бюджете 2015 года только на эти цели вынуждены планировать около 100 миллионов рублей. На самом деле для города это очень большие расходы. Кроме того, еще порядка миллиарда рублей в этом году пошло на выполнение майских указов президента страны. Повышение зарплат, строительство детских садов, реализации различных образовательных программ. Стабилизировать ситуацию позволили бы отчисления и упрощенки. Мэр считает, что нужно в полном объеме вернуть их в город. Сейчас остается лишь 50%. Оставить здесь хотят и транспортный налог. Это позволит улучшить ситуацию с содержанием и ремонтом дорог и дворов. Улучшить ситуацию помогло бы и увеличение нормативов отчисления по НДФЛ. Если все задуманное удастся воплотить и в жизнь, консолидированный доход составит порядка миллиарда рублей. Это позволит стабилизировать ситуацию с формированием бюджета с минимальным дефицитом.